Всем привет, с вами Борис и это 33 урок по моддингу сталкера и в этом уроке мы поговорим с вами о том, как создать спальный мешок. Да, уже просили люди и на ютубе и вконтакте. Сделай пожалуйста урок по созданию спального мешка. Ну вот пожалуйста. Начинаем урок, ёпти. Итак, начинаем всё с стандартной процедуры, а именно создание папки геймдаты и последующей расфасовки. Вот, создаём папку геймдата, далее открываем её и здесь создаём другие папки, а именно конфикс, миск, скриптс. Так, и теперь миск кидаем в конфикс. Плюс, по поводу спального мешка. Я уже скачал текстурку и модельку с этим спальным мешком, поэтому, как бы, не буду вам показывать, как его извлекать. Можете беспроблемно найти на простого интернета модельку с текстурой. Или, те, кто хорошо смыслит моделирование, можете вырезать из-за МК-мода. Он по тень Чернобыля. Ну, ладно, не суть. Так, у нас появилась ещё папка meshes, где у нас хранится моделька текстуры. Но здесь item, здесь хранится именно текстура нашего спальника. То есть, самой модельки. Ещё нужно будет создать папку ui. Папки текстурос. Так, папки конфикс. Миск. Папка текст. Папка рус. Рус мы кидаем в текст. Как обычно. Хорошо. Теперь будем брать нужные нам файлы. Так, компьютер. Сталкер за Припяти. Будем брать из распаковки. Начнём мы, пожалуй, с папки конфикс. Сейчас пойдём в конфикс, миск. И возьмём отсюда файлик items. Так, вот он. Копируем его. Миск здесь вставляем. Текст рус. Тоже нам будет кое-что скопировать. Так, уe геймдата. Конфикс. Текст рус. Отсюда мы копируем ui.st.screen и ещё st.items.equipment. Копируем эти два файлика. Так, окей. Так, с конфиксами, кажется, всё. Да. Со скриптами. Здесь сейчас создадим папочку. Ну, как, текстовый файлик. И назовём его спальник. Точка скрипт. Да, надо будет поменять расширение нашего файла. Так. И ещё. Ох, ёпт. Спальню. А надо спальник. Чё-то совсем ужтуплю в последнее время. И ещё. Из распаковки. Нам нужно будет взять из ui геймдата скрипт bindstalker.скрипт. Для чего? Сейчас поясню. Когда я делал пробный спальный мешок, после того, как я его запустил, у меня, во-первых, не открылась менюшка сна и сожрал на спальник. И вот, с помощью bindstalker можно эту проблемку исправить. Так. Ну, кажись, всё мы взяли. Если что-то забыли, возьмём попутно. Ну, и начнём, пожалуй, с конфиг с файлов. Начнём с misc-items. Так, окей. Так, это мне специально в помощь. Так. Идём сейчас в самый конец. За orders. У нас здесь имеется одна свободная строчка. Отступаем от неё одну. И нам нужно будет создать кфг нашего спальника. Я его сразу скопирую, готовая. Но, естественно, с объяснениями всё. Вот. Готовая наша кфг. То есть, вот установлен спаун антирада. Префект, не знаю. Класс еды. Так. Здесь вся хрень. То есть, это radiation, powers. Вот health, здоровье, satiality, кровотечение, окажись. Power, сильный, radiation. Это радиация, алкоголь. Сам алкоголь. То есть, что актёр поможет от этого. Так. Ну вот. Дальше идём. Visual. Visual. Это у нас путь к модельке. Не к текстуре, а к самой модельке. Дальше. Description. Это текстовое описание нашего спальника. Inventor Name. Это название... Ну, как сказать. Inventor Name. Название... Название нашего предмета. То есть, просто будет написано спальник, к примеру. Но вот Inventor Name. Short. Короткая. То есть, 12 на 70 DR, к примеру, как в патронах. Но, на короткое инвентарное имя оставим тот же самый тег спальник. Так. Дальше. Inventor Weight. Это вес. У нас состоит он ровно 1 кг. Можно, в принципе, оставить и на точно таком же. И вот эти все 4 показателя это расположение как сказать, иконки нашего предмета, которой мы собственно и займёмся. И cost. Цена. Сейчас мы займёмся установкой координат. Здесь они хер знает откуда, поэтому что мы сейчас сделаем. Так, в Textures of UE вот как раз забыл я немножко. Так, опять идут Stalker. В распаковку геймнаты из папки Textures я возьму из папки Textures и возьму Public Equipment. Вот он. UE Icon Equipment. Вот этот фальк нам ещё понадобится. Вот забыл про него по-жёсткому. Так, откроем его с Penta. Плюс сейчас открою наш спальничек. Так, у меня в охрене он, кажется, валяется. Сейчас я этот спальник выделю, копирую его, здесь создаю новый слой, вставляю и вот куда-нибудь снизу отнесём его вот сюда. Предварительно примерив. Да, думаю, где-нибудь вот так вот его расположить. Хотя вот что по клеткам выйдет, не знаю. Ванговать не буду. Так. Вот пускай вот у нас он будет стоять вот так вот. Всё, припечатываем, объединяем слой и файл сохранить. Окей. И теперь ещё самое интересное. По сути, эта текстурка нам не понадобится, но её нужно слегка обработать. Для этого нам понадобится программа Stalker Icon Editor. Где она у меня? CSE и SDK. Вот он. Открываем наш старый добрый стал Pyrton Editor. Файл открыть. Идём в нашу папку с текстурой отредактированной. Вот она. И открываем. Ширина сетки и высота 50 на 50 стоит. Хорошо. Посмотрим, как наш спальник уместится в инвентаре. Ну, вполне нормально. Сейчас выделяем его клеточки. Информация о выделении. Вот это вот мы копируем. Всё, что здесь написано. Всё, эта программа нам не нужна. Возвращаемся к FG нашего предмета. И вот эти вот четыре заменим. Заменили. Ну как, если правильно сказал, то это координаты иконки. Всё, с файликом items у нас больше проблем не будет, но я его пока закрывать здесь не стану. Далее переходим к скриптовой части нашего урока. геймдата. Идём теперь в скрипт и начнём со скрипта спальника. Я его сейчас... Ну, вот, короче, все скрипты откроем, которые мы взяли. Начнём с скрипта спальника. Естественно, у меня он уже готовый. Я его взял из интернета, потому что в скриптах, ребят, я полный ноль. Вы уж извините, что так получается, но а что я могу с этим сделать? В скриптах я много не смыслил. Так, копируем. Так, копируем вот сюда. Всё, скрипт готов. Я скину вам ссылочку на этот скрипт или же вы можете просто насмотреть его в интернете. Как раз нашёл его на просторах Яндекс.Поисковика. Посмотрите, короче, в интернете этот скрипт найдёте без проблем. Сохраняем спальник скрипт и его закроем. В бинт-сталкере нам нужно найти 100 окон 111 строчки. Так, сейчас, одну секунду. Вот, сто восемь, сто семьдесят третья строчка, которая нам надо. Отступаем отсюда от этой ге-консол Snd Volume Effect начало. И опять же с подсказки я возьму скриптик. Один очень мне нужен. Копируем. Так. Окей. После Snd Volume Effect 0 прописываем answer и под LC уже прописываем EF спальник скобки. в общем, вот. Остановите видео и посмотрите. Так. Вроде всё с этими скриптами. BenStalker можем закрыть. Итем пока сохраняем. Здесь вроде всё. Текстуры у нас есть. Меш так, эта моделька имеется. Конфиги. Остался у нас текст в основном. Откроем все наши эти херни. С notepad будем создавать теги к нашим предметам. Так, начнём с U St Items Equipment. Идём в самый низ, копируем один из последних тегов. Да, будем сейчас всё по старинке делать методом копипаста. Так, вот string ID, последние вот эти два, которые мы поставили, меняем на спальник. Это будет, как сказать, название нашего спальника. Краткое название. его текст, естественно. О, господи. окей, в string ID в тексте впишем название на русском. Ёопс! Просто впишем спальник. Такс, и со второго тега стираем всю эту хрень, всё, что нам не надо. Так, 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 упс, так, чуть подстёрнусь, но не страшно. Всё, восстановили. Здесь я напишу просто, париться не буду. Так, и как у нас на items'е был description энц спальник. Копируем ID. И в st-items'eqpment вот это вот меняем. Это уже подробное описание, но мы с ним париться не будем, я говорю. Так, сохраняем st-items'eqpment и можем его закрыть. Так, подсказки, так. А по item'у так, UST-screen. Так, одну секундочку. Так, у меня тут просто небольшие проблемки возникли. Херня, короче. Так, теперь перейдём к UST-screen. Что нам здесь вообще нужно? Здесь нам нужно добавить всего один тег скриптовый, что мы не можем уснуть на определённом месте. Так, сейчас добавим тег. Ещё один. Вот он. Про спальник no sleep. Что мы не можем уснуть в данном месте. Нам именно этот тег и нужен был. Так, st-spальник no sleep. В этом месте не заснуть. Тем более надёжно укрытие мы там прописали в бинсталкере, чтобы мы могли спать только вот в местах, где по сути есть укрытие от выброса. Ну и в принципе всё. Спальный мешок создан. Теперь нам все эти файлы уже не понадобятся. Всё готово. Извините, если урок сбивчивый, вы можете без проблем найти статью в интернете про этот спальник. Ладно. Заебались мы уже с ним. Сейчас пойдём в игру на проверку. Если вылетит, узнаем почему. Вместе с вами. А коль не вылетит, хорошо. И да, чуть не забыл в конфиг ещё создадим папку гемп ну и поменяем стартовый набор. Так, чтобы не покупать у бороды этот чёртов спальный мешок. Так, в геймплей сейчас кинем ещё один файлик с стартовым набором. Так, сталкер. Комф припят, уе геймдата, конфиг с геймплей, чартердес дженерал, копируем отсюда. и в этот геймплей вставим, отредактируем его. Так, снизу я так, после брони чё я добавлю? Я напишу спальник. Спальник слышно, оборот N. Именно название берётся как бы так сказать, от ID самого предмета файли items. Всё. Всё добавил. Теперь точно можем идти в игру проверять, работает или нет. Ещё раз хочу извиниться за сбивчивый урок. Ну, ладно. Не будем о грустном, переходим в игру. нет, ребят, к сожалению, у нас вылет. Сейчас посмотрим, в чём же у нас заключается эта мать вашу проблема. Сейчас идём в компьютер, D. Ну, закройся уже, придурок. Ай, дебилизм. stalker logs, xray boros log, посмотрим, чём не так. Так. Can't find modem, find dynamics. У нас не прописана моделька правильно. То есть неправильный путь к ней. Сейчас исправим config, misc, items. Идём самый низ нахуй. смотря как у нас вспомогается. В мешесах у меня the cubments. Вот в этой папке вспомогается. А я попутал папку, к сожалению. Не додумался посмотреть. Вы извините, ребят, что так получилось, но всё же. Так. Интернейм. Вот. Не в динамиксах у нас, а в equipments. Всё. Сохраняем. И пробуем запуститься. Так. Для начала я уберу вот всю вот эту еботу. И тогда попробуем запуститься. Ладно. Увидимся в игре. Так. Ну вот. Игра вроде запустилась. Поэтому сейчас старое это уеем. Не буду останавливать запись. Посмотрим вылетит игра или нет. Не дай бог эта тварь вылетит. Да. Уже и посмотрим можно. Или какой-нибудь мем. Нельзя просто так взять и сделать невылетающий мод. Вот серьезно. Нельзя просто взять и сделать невылетающий мод. Все на своих ошибках учимся. Так. Вроде запустилась игруха. Не нравится мне это 14 ёпо. Так. Все. Вроде игра отвисна. Сейчас доберемся прямиком до скотовского. Блять. Че ж фпс так подседает. Эта графика на среднем стоит. Видеокарта хорошая. А нет же блять. Надо подсесть нахуй. Ой сталкер. Ты меня не перестаешь удивлять. Здорово пацаны. Доведёте доскодовска. Так. Порезу вынуждения. Давай доскодовска хуярим. Заодно сэвнимся. Так. Ну. Стартуем. Ох ёпс. Как же все лагает. Ебать. Так. Окей. Сейчас идем куда-нибудь. Давайте гляньте в эту комнату. Где наш личный ящик стоит. И тут попробуем запустить на спальник. Да. Все работает. Поспим. Давайте на 2 часа дня. Посмотрим какой эффект. О. Выброс даже произошел. Ёпти. Ну. Видно что все работает. Вроде ничего плохого не случилось. Вылет произошел опять же из-за того что мы неправильно прописали путь к модельке. То есть у меня лежал не в той папке. У меня был прописан путь на динамикс. А на самом деле лежал в папке кьюпинс. И поэтому игра вылетела. А в целом все работает. Ну. Что. На этом я пожалуй буду заканчивать свой урок. спасибо за просмотр. Еще раз извините за такой реально сбивчивый урок. Все таки когда я попробовал сделать этот спальник несколько часов назад. Там с кучей вылетов и прочего. Но все таки исправил эту проблему вам показал. Ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям о моих уроках моддинга. До новых встреч.